Сок не умер, сок еще жив, восклицает блогер Игорь Кондратьев, сообщающий, что скандально известная компания купила Самарское заречье, гигантскую площадку за Южным мостом на другом берегу Самарки, напротив поселка Толевой. Любопытно предложает блогер, что сок по факту зажал своими территориями площадку нового поселка, Озерный, в самый угол. Для того, чтобы развивать этот микрорайон дальше, муниципалитет Самара будет вынужден идти на переговоры с соком. Может, в этом и был долгосрочный прицел спонсора Виктора Тархова, который в 2008 году неожиданно затеял здесь строительство трехэтажных бараков, спрашивает заключение Кондратьев. Блогер и дизайнер Денис Крутунов публикует оригинальные дизайны крышек люков для самарских теплотрасс, победивших в конкурсе юбилейных крышек в честь 70-летия Волжской ТГК. Я решил, пишет блогер, что дизайн люка должен отражать Самару и ее достопримечательности и быть интересным для горожан и гостей города. Мне очень понравилось работать над ним, добавляет Крутунов, и не так часто выдается возможность что-то изменить вокруг себя или сделать для города. Национальная идея России жива и сохранена она в сельской глубинке. Об этом пишет блогер SC01, рассказывающий о потрясающем воскресном духовном центре православной молодежи в губернском райцентре Большая Глушица. Храм, сообщает блогер, возродился буквально из небытия и был построен на народные пожертвования. Празднование Пасхи, добавляя тут, здесь было организовано по всем канонам русских национальных традиций. А еще восхитительный концерт для насельчан дал детский хор при школе.